Открытие новых вытворчастей и поляпшение экономичного стану проблемных предприемств. Это вопрос обмервали у Рогачёвы, где напереды дни побывали у дельники Республиканской информационно-пропагандистской группы на чале со старшиной Белтеля радиокомпании Геннадьем Давыдьком. У приватности прошла встреча с коллективом предприемства «Альтаир», представниками идеологичного актива и громадских организаций района. Тему протягнет Марина Джалая. У актовой зале предприемства «Альтаир», а потом у конференц-зале «Дома книги» подчас выступлению Геннадия Давыдьки стояла завороженная тишиня. И не дивно, так яскраво, зацекавлено профессийно и неординарно об сучасных тенденциях у развития сродков массовой информации на урадте, кто расскажет. Какие проекты рыхтуют державные каналы, чему в уголе живет медийная простора и как наполняется. Люди доведались и об новом законопроекте, что тычется СМИ. У приватности обымкнении законотворцев ахавать корыстальников интернету, у першую чергу дятей молодь от шкодного уплыва особного контенту. И уреште, як скрозная линия, об необходности повышать свой культурный и адукационный узровень и быть больше пераборливым, выбираючи тое, что с экранов компьютера альбо со сторонок интернет-выданев будет наполнять наши души и насыщать розум. Ишла размова и непосредственно про Рохачевский район, про найденные проблемы и пошук способов отродить их этой мястины и зарабить их привабными для життя. Самая главная проблема, на мой взгляд, это реальная проблема, демографическая проблема. Потому что сегодня говорили о том, что 30 лет назад чуть ли не в два раза больше здесь было людей. Понятно, Чернобыль, понятно, еще другие тенденции. Но в таком прекрасном раю должно жить больше народу. Есть ряд мероприятий, которые позволяют эту мечту осуществить, чтобы здесь в этом красивом месте жило больше народу. Но есть ряд решений на разных уровнях, которые все-таки работают на то, чтобы люди отсюда уезжали в том числе. Здесь необходимо развивать какие-то рабочие места. Самая главная проблема, еще раз повторюсь, чтобы сюда, в это чудесное место, приехало как можно больше людей или родилось как можно больше людей. Кабрагачевский район поспехово развивался, треба створать тут новые вытворчасти. Сразумело, люди больше сталых взрослых на урате покинуть родные мястины. А вот легкая на подъем молодцы отправляется на пошук лепших життя у иншие районы. Закликать у всех непрацелудкованных открывать уласную справу немагчима. Выйстия, створения новых вытворчастей. Але для этого потребны инвесторы. У этом вопросе керавництва района спадзяется надо помогу СЭС Гомель Ратон. До экономических достигнений у района можно отнести заявления на рынку буйных вытворцев у харчовой сферы. Очень активно заходят именно торговые организации. Очень большая конкуренция именно по торговле общепиту. Сегодня у нас приобретено и готово к строительству две такие серьезные организации, скажем, как молочное кружево и Санта-Бремор. То есть они уже купили с аукционов земельные участки, в принципе довольно дорого. Ну, для района это хорошо подополнение бюджета. И они готовы еще строить дополнительные торговые площади. Одно со слабых звенов района – предприемство «Альтаир». У его структуры 16 гандлевых объектов. 11 – по реализации харчовой группы товаров, 5 – нехарчовой. До того же еще и 15 объектов громадского харчавания. Усяго на их працуя около трех сотня человек. У апошния годы предприемство перешло у разрад стратных. Напрыглад, все лето за первой погоде страты склали около 15 тысяч рублей. Объем товара обороты у правонания с аналогичным леташним периодом знизился на полову. Причину – бачить у дефиците оборотных сродков. Зачагу нельга загрузить магазины продукции. Однако выйсты кераминство района и предприемства знайшли разом. Уже до конца этого года новый комплекс мер, да поможет, коли не працевать с прибытком, то хотя бы выйсты из минусу. Для этого частку объектов продадут за аукциона, некольки передадут у аренду. Але с захованием их профилю и рабочих мест. Стараемся, мы сейчас отдаем, что можно, какие-то магазины в аренду, чтобы, естественно, купить на эти деньги какой-то товар, чтобы была реализация, чтобы были деньги на дальнейшую закупку товаров. Такие сустречи – живые, насыщенные, а не протокольные – допомогать зернуть на проблемы небыто свежим поглядом и узгадать, что головное у любой житевой ситуации тое, як дае ставиться человек. А я еще, что разом легче вырешить навыцамы мудрогелестые задачи. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телередуэ компания Гомель, Зрагачова.